так поехали нет тут новичков ну есть несколько незнакомых фамилий мне это радует ладно поехали здороваться сергей здравствуйте Данила с Новым годом Галина с Новым годом Арсен привет с садоводом всем здоровья учитель терпения Николай Жабалдинов всех садоводов с Новым годом Юрий брат с Новым годом Атон Сафрона я Антону говорил случить чего для вебинара нельзя прекращать вот после меня самые грамоты вот надо продолжать Зульфия добрый вечер с Новым годом привет Мирослава вот Виноградов здравия Наталья здравия Снегарев Тверь здоровья добра свидетельства как там наша эта посылка ну ладно потом разберемся завтра иду получать а во-во-во-во минус 35 третий день значит посылка дошла а то бы я уже хотел вторую высылать Снегарев Валерий Константинович помогите пожалуйста советом так есть есть желание попробовать себя в прививках планируем взять крупноплодные крыльевские академики фаиду крупноплодные железа привить на стабильные ага это мы уже разделили культурные на стабильные и шикарные и так для вас под двоями будет Бай Серафим Амур Артем ну что нормально соответственно взять перечистенные стабильные и привить на Снегарев ассортит 1 и 2 ассортит номер 1 это же шикарная получит информацию что воздушности сильно влияет на качество плеваемых сортов вот конечно влияет и обязательно что регитативная гимнализация существует вот так что-то где проблемы еще те же опять я пошел на кухню уж простите альгию пометить не могу как грустно выживание так что нормальным человеком мне уже начинает без изменений а что посоветовать привить на остальное может быть попробовать сыновей прививать сыновей на манджурца нет конечно чтобы как вы говорите рассказать заложенное качество вы переучились гражданин Снегарев вы переучились еще вопрос есть ли смысл оставлять жердель корнесом субдерев или лучше привить на него что-то стабильное байсера филов теплый мор значит смотрите жердель надо оставить до полношения дело в том что ну средние полосы жердель с юга Украины вот да она морозостойкая но манджурцы сыновей еще более морозостойкие поэтому надо брать крайности то есть прививать только на манджурцев или на сыновей манджурцев все дальше никаких этих планов я считаю нет я вам ни в коем случае навязываю можете все что угодно делать но вы все запутаете и так и деревья запутаются поэтому принцип такой сам морозостойкая в мире подвое байсерцы и сыновья байсерцы точка вот теперь жердель до полношения ваша задача раскрыть ее качество почему давайте пока про жердель и так Украина и так сотни километров трассы растут абрикосов деревья в каждом херсонском каждом саду обязательно одно-два дерева жертвы что удивительно или пчелы соседей переносят что-то можно далеко по лесу то как получается что имея обычно вот как у меня было у моего дядьки одно-динственное дерево рядом вроде бы деревьев других нет а сто банок закатанных абрикосов причем у него же сладкое было вот с терки киснеткой то туда бухают и сахар а сахар дамал дешевый в советское время и сто банок Валера возьми с собой на риск Валера ешь ради Бога а я больше одной банки съесть не могу даже одну банку съесть не могу попробуйте съесть банку с абрикосами я имею ввиду капотом и вот получается следующее вот это все было и ничего этим жерделям ничего не надо это гарантированно витамины это продукты переработки уже имея одно-два дерева жерделя то есть давайте у вас средняя полоса давайте жердель пусть будет отдельная тема для вас я смотрю у вас Александр планы большие я вас за это уважаю просто мой совет выделите жердель в отдельную тему это все в себе и не оставьте ее в покое ничего на нее не поливайте должны быть проверены чтобы не потерять годы по двое поджурцы всегда я выросу точка теперь все что вы хотели добавить на серапин на Амур на Артем мой совет не связывайтесь не делайте однажды по двое не самые баронистойки примойте более не баронистойки однажды минус 40 и у вас сад может так пострадать что вы годы потеряете повторяю бои подбой уже сращены с прямой именно сто процентов я за вас всю работу эту проделу все что вы здесь написали ничего делать не надо и крупноплодные королевские академики фаиду крупноплодные железова которые вы перечислили приват на Маджурсу и бай я уже показал огромный бай бай Серафима Бор Артем тоже приват на Маджурсу все никаких хитростей никаких этих самых левое ухо правое чесать левой рукой правое ухо чесать ничего этого делать не надо вот это бой искренне это все все должно быть гораздо просто главное эффективность получить результат а результат зависит только от морозокого подвое вот и тогда сад никогда не замерзет у него будут другие проблемы а как перенесет влажность если у вас влажный клевод а как перенесет посадку если у вас близко крутого воды вот проблема вот там действительно проблема может быть параллельно уже выращивать подвое слив и стерны и сюда слива а вдруг у вас близкая вода вот это я имею ввиду Арсен в начало 90-х наладил ваш продукт построил большой бизнес не нужны внутренних конкурентов то здесь мне кажется не в этом здесь мы имеем элементарную жадность хитрость подлость потому что вот все куда чтобы у него была эта эта самая ссылка чтобы у него был этот фильм который будет фигурировать на сайте чтобы люди покупали именно у него вот вот это ворует фотографии ну нету вот уже сколько уже ищу я знаю только в субботе есть свой сад и Елена Сада Савинич взяла и сделала им сайт но это наш человек это абсолютно надежно те которые взял и сделал настоящие и фотографии настоящие она и натоскала из интернета так это же Савинич это же наш человек это раз вот где еще сразу это приходит в голову вдова Латинкова ей доверить можно у нее настоящий сад дочка Латинкова если поднимет этот вопрос она я ей посоветовал и она с дружилась с этим с Долматом Валерой тоже наш общий друг общий друг надежный вот этот момент все это все что я имею где еще сказать сколько мне а вот там а вот это в Перми а только я открыл вот они мои фотографии вот они мои фотографии так что же это такое ну вот я боюсь показывать потому что этот питомник и так да ладно дышит явно вот так вот ребята ну еще будем заканчивать вот а конкуренты да какие конкуренты не имея настоящей науки никакие хитрости не нужны по принципу нас не надо это жалеть ведь и мы никого не жалели помните песню смотрите с Новым Годом все ребята закончили разговор я считаю что это был не лишний вот я считаю что а мы с вами провели какое-то время подвели какие-то итоги я надеюсь хотя бы на несколько заказов книги чертки косточки вот почему кое-что кончается ребята кое-что кончается вот я не могу все это калечить дальше деревья да и калечить нечего у меня сильно взрослый сад он уже пережил те времена когда чертки торчали вот так как еж есть и такие деревья но их уже и так много поэтому хотите заказывайте цепляйте на что хотите хоть-то березу я уже шучу вот а уж косточки сам бог велел сам бог велел косточки надо садить 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 сходят великолепно что же еще надо технология есть не мешать расти вот вся технология и посадить не в ямке а на те же холмы все будем считать что мы с вами закончили этот разговор итак 1 января с Новым годом с Новым счастьем спасибо что народу казалось не меньше чем обычно я даже удивлен я обрадован я шокирован вот значит живем напрасно ну а дальше записи остальные посмотрим благодарю за внимание друзья Дальний Восток спокойно ночью с северятом дремать у телевизоров с северякам ну и европейцев догуливать горки садки дети вот елки новогодние самое время золотая пора не Продолжение следует...